Здарова, народ! Сегодня в этом видео я хочу рассказать, как можно наработать технику вертикального прыжка в домашних условиях и покажу это все на своем примере. Поехали! Я уже не раз рассказывал, что до 100 сантиметров я дошел без тренажерного зала. И так как я вообще начинал в то время, когда еще не было интернета, я какими-то своими собственными наработками пытался дойти до того, до чего со временем дошел. И одно из моих любимых упражнений было это наработка техники самого разбега. Причем я это все делал дома у себя, просто в носках на ковре. Теперь расскажу, зачем вам это упражнение необходимо. Единственное, наверное, здесь нужно немного сегментировать. Это упражнение необходимо тем, кто не занимается в каких-либо профессиональных секциях. То есть это для домашних прыгунов. Давайте вот такую категорию, наверное, мы введем. Это для тех, кто занимается для себя или полностью занимается развитием прыжка самостоятельно. То есть у него нет никаких корректировок со стороны профессиональных спортсменов, я не знаю, там, тренеров и так далее. И хочу затронуть тему своей техники прыжка. Очень многие пишут, что она у меня неправильная. Но, ребят, давайте смотреть просто на цифры. Мой вертикальный прыжок с разбега составляет 120 сантиметров. С места, ну, мой прыжок мало кто критикует, потому что такой дисциплины как таковой не существует. В волейболе, в баскетболе с места мало кто прыгает, да и не важно, как ты это будешь делать. Главное, насколько высоко ты это сделаешь. Поэтому технику с места, насчет моего замаха рук, это вообще отдельная тема. То есть мы сейчас говорим о технике прыжка с разбега. При всей своей технике я делаю 120. Если мы сейчас с вами зайдем и в интернете просто перешерудим абсолютно всех данкеров мировых, кто прыгает максимально высоко, и волейболистов, которые реально любители, имеют съемы там по 370, у них техника прыжка точно такая же, как у меня. Так вот вопрос, неправильно ли я прыгаю? Возможно, учат не так, там где учат. Но на самом деле, для волейбола, то, каким образом вам ставят технику прыжка, я сейчас говорю за секции, за профессионалов, она удобнее для того, чтобы заниматься волейболом. Моя техника прыжка удобнее для того, чтобы максимально высоко прыгать. Это две параллельно идущие, наверное, таких. Они, в принципе, не совсем пересекаются. То есть, почему мне неудобно играть в волейбол, я не могу высоко снять, я прыгаю не просто вверх, как учат в волейболе, я прыгаю немного вдаль. Из-за этого мой единственный, наверное, вариант нормального нападения – это нападать из аута. То есть, разбегаться, чтобы я пролетал порядка 3-4 метров с разбега. Тогда для меня будет это удобно. Во всех остальных случаях, ну, для баскетбола, в принципе, мой прыжок подходит полностью. Он вообще никак, ни на что там не влияет. То есть, мимо кольца вы не промахнетесь, вы на него прыгаете. И обычно это не с места, а с разбега осуществляется. Поэтому мою технику прыжка вы можете критиковать сколько угодно. Но я буду стоять на том, что моя техника важна для того, чтобы развить максимально прыжок. Я сейчас не говорю, что я тренирую волейболистов или баскетболистов. Я тренирую прыжок. Мне не важно, где вы будете его применять. Поэтому мои наработки позволяют вам его в целом, в совокупности увеличить. Неважно, чем вы занимаетесь. Вы в любом случае прирастете. Просто то, что если у вас есть как бы задатки, и вы хотите профессионально заниматься волейболом, вот именно волейболом, баскетболе, вот мой прыжок вообще нормально подходит. Если вы хотите профессионально заниматься волейболом, то прислушивайтесь ко всем советам, как развивать прыжок, но не прислушивайтесь к тому, как ставить технику. Все-таки техника у меня будет для баскетболистов и просто любителей, у которых нет других советов. Я буду советовать, как именно я этого добился. Я считаю, что это корректно с моей стороны, потому что я могу поделиться всем тем, чем я наработал за... Все то, что я наработал за много лет. Итак, вернемся к упражнению, которое я только что вам показывал. Смотрите, каким образом вообще я это все выполнял. Мне было где-то порядка 16 лет, и если хоть кто-то из вас хоть какое-то отдаленное отношение к танцам имеет, я думаю, вы замечали, каким образом вообще осуществляются шаги. То есть для того, чтобы наработать технику танца, они просто систематически повторяют одни и те же движения, особенно, например, в танго. Так вот, у нас в школе, как раз-таки в 11-м классе, мы должны были танцевать вальс. Да. И я как раз-таки его репетировал с... Получается, ну, нас там... Выбрали сколько-то человек, человек 10, и мы должны были его репетировать, танцевать. И до меня примерно дошла следующая ситуация. Я не мог понять, каким образом нужно ставить ноги. То есть раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. И да, это действительно в голову садится. И все, что нужно делать, нужно ходить и просто повторять, даже без напарника. Так вот, и примерно в тот же момент мне пришла такая идея, а почему бы не нарабатывать технику прыжка дома таким же образом? То есть я себя заснял тогда на камеру, разбежался, посмотрел, что я делаю не так. Потом нашел, честно, не помню, чей прыжок, но кого-то из волейболистов. Посмотрел, как он это делал и попытался в домашних условиях это воссоздать. И таким образом данное упражнение я топтал дома на ковре. По повторениям скажу, я делал просто безумное количество. Мне кажется, я мог и до тысячи повторений за день дойти, не за подход. То есть, но 100-200 раз железно за подход я вполне мог выполнить. Причем изначально я начинал просто шагами. То есть я не с разбега это пытался сделать. Я просто ставил ноги там, где они должны быть. Со временем увеличивая скорость, со временем подключая руки, подключая корпус. И в итоге я пришел к тому, что сейчас я этим пользуюсь. Я даже больше скажу. Я, получается, почти 10 лет назад этим занимался. Где-то до 18. Я действительно с 16 до 18 я еще дома так делал. После того, как я уже действительно хорошо приноровился прыгать. Данное упражнение я делаю сейчас почти всегда на всех тренировках. Ну буквально 2-3 раза. Просто чтобы вспомнить, поставить, дать ногам понять, что сейчас мы будем с вами прыгать. Поэтому данное упражнение у меня до сих пор меня преследует. Но уже не в том количестве, в котором оно было. Итак, с чего вам нужно будет начать? Я для себя, сразу же говорю, сделал небольшую пасхалку. Делал. То есть у меня был листочек, на котором было написано, с какой ноги нужно шагать. Ну в данном случае я здесь расписал и правшу, и левшу. Потому что моя техника разбега, она на данный момент, она для левши. Именно в волейболе. Я не волейболист. Я разбегаюсь так, как разбегаюсь. Но для волейбола у меня есть пасхалка. Для всех остальных, и для баскетболиста вообще по барабану. Так что вы можете просто удобно для себя уже на данный момент технику отрабатывать и дорабатывать. Не обязательно менять ногу, если вам это не принципиально. По технике наработки данного упражнения получается примерно следующее. Изначально вам нужно понять вообще, каким образом ставятся ноги. Так как я сейчас составляю довольно-таки много индивидуальных программ, у меня очень много образцов того, каким образом ребята прыгают без какой-либо подготовки. То есть у них ноги, у них нога подставляется неправильно, у них неправильный подшаг, разбег и так далее. То есть у всего, у всего, вот у этого есть какие-то недочеты. И данное упражнение позволяет это исправить и понять вообще, в каком направлении нужно двигаться. Смотрите, ребят, получается примерно следующее. Вы занимаете начальную точку, то есть исходное положение, из которого вы будете совершать свой разбег. То есть это будет либо начало комнаты, начало ковра, вы уже сами для себя определитесь. После этого вы совершаете шаг, первый шаг, получается в данном случае у меня это правая, левая и подставляете правую ногу. То есть всего у нас будет с вами три шага. Это наработка вообще техники прыжка из одного шага, из двух, из трех, из пяти, неважно. Теперь, ребят, смотрите, с чего нужно будет начать. Я уже сказал, что если вы правша в волейболе, то вы начинаете с левой, правой, левой. Если вы левша, то правая, левая, правая. Если вы занимаетесь каким-то другим видом спорта, я не знаю, то вам без разницы, как в баскетболе или паркуре, у вас есть просто удобная нога и вы ее будете просто далее-далее развивать. Мы с вами сейчас закрепляем. Изначально мы просто учимся делать с вами шаги. Правая, левая, правая. Возвращаемся назад. Повторяем. Правая, левая, правая. Для себя я запоминал чуть проще. Я просто сделал PLP. То есть у меня было просто PLP. Она была у меня записана на пальце, она у меня была записана на листочках, и я всегда просто помню. Я из-за того, что я, наверное, в подсознании очень большое количество времени этого прокручивал, PLP. Я быстро выучил, мне легко было повторять, я перестал путаться, потому что изначально, когда у меня не было техники, я пытался и слева, и справа прыгнуть, и иногда вообще получалась каша, можно было просто в воздухе запнуться. Теперь по технике самого шага. Смотрите, первый шаг, который вы совершаете, вы совершаете не просто прямо, вы совершаете его немного в сторону, и поворачиваете стопу примерно на 20-30 градусов. То есть совсем немного. Получается, мы немножко нас раскачиваем, совершаем шаг правой, в сторону повернули, правой, левой, левую ногу мы уже с вами поворачиваем на 45 градусов. Еще раз. Немного правую, уже сильнее левую, и подставляем правую, фактически, в стопах. То есть вы должны всю свою инерцию поставить и перевести. То есть градус, который я вам сейчас показал правой ногой, фактически изначального у меня идет 90. То есть если вот это у нас прямо, то угол поворота в 90 градусов. Он, наверное, является максимально правильным, но в различных ситуациях, в зависимости от того, каким образом вы будете совершать прыжок, он будет у вас варьироваться. Но нарабатывать можно и нужно, наверное, все-таки его. После того, как вы закрепили технику самого разбега, мы с вами начинаем подключать руки. На самом деле, у меня вообще уже непривычно это делать без рук, но я делаю это не в полную амплитуду, потому что, ну блин, можно очень много чего дома зацепить, особенно с моими руками. Итак, каким образом это все делается? Когда вы совершаете свой первый шаг, в моем случае это P, вы добавляете руки вперед, вместе с ногой. То есть первый шаг мы с вами совершаем с руками, второй шаг мы совершаем, руки заводим назад, и третий мы снова выстреливаем вверх. Итого получается, с первым шагом и с третьим шагом, то есть с одной и той же ногой, у вас дважды руки идут вперед. То есть каждый раз, когда у меня идет P, у меня руки идут вперед. Поэтому формулу вы теперь можете так для себя записать. P-стрелочка вперед, L-стрелочка назад, P-стрелочка вперед. Ну, если у вас наоборот, то наоборот. Ноги стрелочки остаются так же. То есть если у вас первый шаг идет с левой ноги, то здесь в любом случае руки идут вперед. То есть раз, два, три. Итак, что вы получите, научившись делать данное упражнение? Смотрите, ребят, самая распространенная ошибка из тех, которые вообще встречаются у многих прыгунов, это то, что они не умеют совершать правильный подшаг к прыжку. Когда они создают определенную инерцию, бегут с определенной скоростью, все, что они делают, они останавливаются. Тем самым, смысл того, что вы бежали. Поэтому ваша задача не просто оставить эту скорость. Ее еще и нужно преобразовать в прыжок, причем вертикальный, не в длину. И для этого нам нужно с вами подставлять правильно ногу и выстреливать руками вверх. Сначала, когда вы будете совершать данную наработку, у вас будет вообще полная каша. Вы будете путаться ногами, ставить их неправильно. Поэтому просто возьмите и сделайте 100 обычных шагов. То есть не нужно прям бегать сразу же. Я так и делал. Я делал 1, 2, 3. Если можете сразу же подключить руки, подключите их просто, даже без полноценного маха. Сделайте 1, 2, 3. Возвращайтесь назад. 1, 2, 3. Примерно как мы учили, в школе танцы. 1, 2, 3. После того, как вы освоите, или уже освоили, или возможно это смотрят те, кто уже действительно хорошо умеет прыгать, вы начинаете работать уже в полную амплитуду, но не совершаете прыжок. Это самое, самое интересное, самое важное. Потому что здесь уже получается примерно следующее. То есть вы, уже умея это все делать, ваша основная задача ногу, которую вы делаете первый шаг в точку третьего шага переставить максимально быстро и не просто воткнуть ее, фиг знает как. Она должна у вас зайти по определенному радиусу. И вот это вот место, эта наработка шага, она и есть, наверное, самый сложный элемент вообще в прыжке. Потому что очень многие ребята делают как? Раз, два. Мало того, что они ставят ногу в том положении, из которого физически тяжело вообще что-либо самортизировать, то есть это фактически идет гашение. Гашение всей той скорости, которая у вас есть. А здесь в случае выполнения такой вот техники, как я вам показываю, получается примерно следующее. Вы совершаете правый... Давайте я подальше штуду, мне кажется, я не в кадре. То есть вы совершаете шаг правой ногой, левой, правой. Так вот, после того, как вы ставите правую ногу, выкидываете левую, и как только левая касается пола, у вас правая уже должна прилететь. Это совершается действительно вообще за доли секунды, особенно если у вас это будет наработано. В данном случае у меня годами, у вас днями, месяцами и так далее. Давайте еще раз посмотрим на мою технику прыжка именно на ноги, каким образом вообще это все делается. Итак, ребят, что мы с вами имеем? Основная ваша задача это наработать само движение. Сразу же скажу, данное видео я буду переснимать, когда у меня появится возможность заниматься в тренажерном зале, и постараюсь я это сделать еще с одним человеком, потому что проблематично я не вижу, какая часть ног вообще входит в кадр и в фокусе она или в расфокусе. Поэтому данное видео вам я снял для того, чтобы вы уже начали нарабатывать. Я постараюсь сейчас выслушаю все ваши замечания, которые вы мне скажете, может быть, чего-то я не рассказал, или при монтаже сам замечу, что о чем-то забыл показать. Данную вообще технику лучше всего, конечно, показывать вживую, потому что, ну, ребята, с кем я работал, кому я это показывал, можно прям сразу же в ходе действия буквально там пару раз попоказать, поправить их ошибки, они быстро исправляют и начинают делать. Все остальные же ребята, которые смотрят дистанционно, они, наверное, многие свои ошибки не смогут сразу же поправить, они в ходе-в ходе действия со временем, со временем к этому смогут прийти. Поэтому я стараюсь максимально все подробно и четко снимать, чтобы вы понимали, каким образом я это делаю, каким образом это нужно делать, поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, от этого зависит количество и качество моего контента. Ну и, как всегда, спасибо, что досмотрели данное видео до конца, а с вами был я, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok